Должники получили право на сохранение прожиточного минимума на счету при взыскании задолженности. Соответствующая законодательная норма вступит в силу 1 февраля будущего года. Таким образом, даже у злостных неплательщиков всегда будет оставаться на счете как минимум 12 654 рубля. Именно такая величина прожиточного минимума установлена в нашей стране на сегодняшний день. О том, как воспользоваться правом, остаться в плюсе, выяснял наш корреспондент. На сегодняшний день на исполнении в управлении Федеральной службы судебных приставов России по Тверской области находится около 900 тысяч делопроизводств. Среди наиболее частых случаев неуплата долгов по алиментам, ЖКХ и другие. По закону деньги приставы могут списывать принудительно со счетов злостных неплательщиков. Однако с 1 февраля 2022 года вступит в силу одно важное уточнение. Должникам будут оставлять средства, равные величине прожиточного минимума. Чтобы воспользоваться таким правом, должнику необходимо будет в обязательном порядке обратиться лично с заявлением в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство. В заявлении должник должен указать свои данные, фамилию, имя, отчество при наличии, гражданство, реквизиты документов, удостоверяющие личность, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона, дата и номер исполнительного производства. При этом, как отмечают в службе судебных приставов, в случае, если величина прожиточного минимума в регионе проживания должника превышает установленный прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по России, то гражданину необходимо указать конкретную социально-демографическую группу, к которой он относится. Это позволит ему уже и месячно сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации. Напомним, с 1 января в России устанавливается новая величина прожиточного минимума 12 654 рубля. К слову, вырастет и минимальный размер оплаты труда. Президент России Владимир Путин утвердил увеличение минимального размера оплаты труда. Он составит 13 890 рублей. Это следует из указа главы государства, опубликованного 6 декабря на официальном интернет-портале правовой информации. Добавим, что с начала текущего года заявления на сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума должники смогут подать через портал Госуслуг. Продолжение следует...